Самый ответственный школьный экзамен ЕГЭ уже пять лет предваряет итоговое сочинение. В работе выпускники отвечают на сложные нравственно-философские вопросы, подтверждая свою точку зрения примерами из литературы. Пять широких общих тем для сочинения были известны школьникам еще до самого сочинения. Такие как гордость и смирение, надежда и отчаяние. Но список узких вопросов, над которыми школьникам предстоит поразмышлять в течение почти четырех часов, публикуется на сайте всего за 15 минут до самого сочинения. Вот они. Школьники месяцами штудировали там от Толстого, Достоевского и Тургенева в поисках жемчужин мысли. По мнению преподавателей, у классиков есть цитаты буквально на любую тему. Лиза мечтает связать свою жизнь с педагогикой. Темы для сочинения девушка выбрала самые серьезные. Вечным вопросом человечества являются вопросы добре и зле, поэтому эта тема мне нравится больше всего. Но также меня привлекает и направление «он» и «она», потому что в нашей жизни постоянно происходит взаимодействие между мужчиной и женщиной. И я думаю, что эти чувства будет несложно передать на бумаге. Итоговое сочинение во всем походит на экзамен, только пишут его ученики в родных классах. За порядком следят непрофильные педагоги, студенты и специалисты управления образования. Дети, которые в системе пишут сочинения, для них это не представляет трудности. Оценивается работа зачет-незачет, это тоже достаточно лояльно. Получить зачет, если ты читал, это тоже несложно, если читал-писал. В случае неудачи можно попробовать еще раз, даже дважды. Однако практика показывает, что больше одной попытки 11-классникам не требуется. Павел Юрасов, Николай Иванов, Александр Кобзарев, Область новостей.